Портал детали Портал детали С тех пор прошла еще одна неделя, всего две недели. Скажите, пожалуйста, сейчас вам эти цели понятнее стали за это спустя вот две недели? Понятнее. Мне кажется, что вот это Курское наступление, оно было призвано уравновесить ситуацию на фронтах, поскольку ситуация на Восточном, то есть в Донецком фронте для Украины складывалась и складывается. Достаточно сложно, тревожно. И, ну, фронт начинает крошиться, как сказал Юлиан Репке из газеты «Бильд». Именно крошиться. Выражение такое, кстати говоря, может быть точное, потому что оно и не слишком преувеличивает процессы или сложности на фронте, но и достаточно сигнализирует, что ситуация достаточно сложная и тревожная. Так вот, уравновесить ситуацию вот таким прорывом на севере Украины, то есть на юго-западе Российской Федерации в Курской области. И, наверное, помимо информационно-психологических, пропагандистских целей или задачи создания санитарной зоны, о чем неделю назад как раз говорил президент Зеленский, да и мы обсуждали этот его тезис, мне кажется, главная была задача, это не просто нанести чувствительный удар по оппозициям России на ее территории, но и в какой-то степени, если бы все цели были выполнены за вот эти две недели, может быть, и задачи, то в какой-то степени это рычаг дипломатического давления на Российскую Федерацию. Ну, если хотите, это рычаг принуждения к переговорам Российской Федерации. Но пока две недели прошло, я думаю, главная военно-политическая задача состояла в прорывах к Курску и к Курской атомной станции. Но эти задачи не выполнены на сегодняшний день и вряд ли уже могут быть выполнены, потому что такого рода молниеносные военные или военно-мобильные маневренные операции или по-военному близкрик, вот именно на дальнем направлении, вот в таких объемах и в таких масштабах. Но это две недели надо. Так, может быть, максимум. Дальше фронт стабилизируется и, скорее всего, это будет плацдармом на определенное время Украины, территориальным плацдармом для Украины. Вопрос. На этом может длиться контакт и не две недели, и даже не месяц. Мы говорили, по-моему, с вами, что задача продержаться до ноября, до даты президентских выборов США. Это одна задача. Во-вторых, если планируется еще какой-нибудь молниеносный удар, так, но в другом направлении, например, на Крымском, на Южном направлении, то это будет одна история. Если нет, значит, ситуация стабилизируется. А теперь две, скажем, главные задачи для... Это удержать Донецкий фронт. Ну и не терять из виду все-таки необходимость подготовки к переговорам. Да, могут сказать, что Путин вышел из переговоров, уже об этом заявлено. И тем не менее. Первое. Вчера в Азербайджане помощник Путина Ушаков, ну, как-то сказал, что, значит, условия могут быть другими, но мы категорически не отвергаем необходимость переговоров. Ну, как-то сказано, было намного мягче, чем это прозвучало из УЗ Путина вот во время заседаний Совета национальной безопасности в Новоагарёве. Это раз. А во-вторых, все-таки дипломатическая активность Китая и Индии, она не снижается. 23 августа с визитом в Киеве будет Норен Ромоди, премьер-министр Индии. И я думаю, помимо других вопросов, все-таки главным вопросом будет в том числе и возможность перехода после вот этого, ну, скажем так, несколько эскалационной стадии войны, понятно, эмоциональной, информационной, пропагандистской, да и, собственно, военно-боевой, все-таки путь переговоров не закрыт, скажу так, не закрыт. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, я понимаю, что мы вступаем на такую очень зыбкую почву предположений и домыслов, но тем не менее, по вашему мнению, что вся эта история с Курском означает для Путина? Потому что многие западные эксперты отмечают, что хотя он очень хорошо держится на экране, что называется, держит удар, но что это, в общем, сродни очень сильному потрясению было, то есть совершенная неожиданность, которая может повлиять на все те планы, которые были до сих пор. На планы не поменяет, более того, эти планы могут быть расширены, а выполнение их ужесточено и более решимо, с большей решимостью. Что мы видим сейчас на Донецком направлении, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, давят они на Торецк, на Покровск, там идет эвакуация, две недели украинские власти дают на эвакуацию из Покровска, одного из важных логистических, я не включил их, логистических перекрестков этого фронта, с выходом затем на юг Запорожья, Днепр, Павлоград или на север Краматорск, Славянск. Но удар по репутации, конечно, был. Но видите, удар по репутации – это все-таки эффекты короткого времени. Да, болезненный удар, да, репутационно, да, там, разного рода патриотические блогеры, военкоры и так далее подняли шум, значит, информационная составляющая там подхрамывает, как минимум. Но это все-таки эффекты короткого времени, режим короткого времени. Это раз, а во-вторых, ну, да, тут же, конечно, райцентр, там, газоизмерительная станция находится, да, административный все-таки районный центр. Но это не Курчатов, не Курская АЭС, не Курский областной центр. А главное, как будет дальше развиваться наступление украинских войск этого патсдарма? Оно возможно дальше или нет? Во-вторых, что будет с украинскими резервами? Они там будут просто сжигаться или все-таки как-то разумно использоваться, или вообще не использоваться для того, чтобы перебрасывать их на другие участки фронта? Третий момент. Ну, посмотрим. Это разная, противоречивая там информация по поводу уничтожения трех мостов на реке Хейн. Но некоторые, скажем так, паблики, в том числе российские, пишут о том, что это может грозить котлом для российской группировки 3000 человек. А другие пишут, что ничего страшного для логистики российской нет, потому что река-то небольшая, понтонные переправы налажены, и это не может иметь вот такого эффекта, на который рассчитывает, например, украинское командование. Поэтому не преувеличивал я бы репутационные издержки, хотя они поначалу были достаточно серьезные, но оправились, оправились. А дальше все будет зависеть от того, как... И даже если бы эти репутационные, имиджевые, другие издержки были бы достаточно чрезмерно высоки для России и Путина, В конечном счете не это важно, а важно, чем закончится и как закончится все-таки военная кампания на Донецком фронте, опять-таки Покров, Старевский и так далее, и так далее, и что будет в Курской области. Почему я так говорю? Потому что сегодня у нас 20 августа 2024 года. Смотрите, через полтора месяца осень. Ну, осень не календарная, а климатическая. И понятно, что наступление сухопутных, наземных войск, если начнутся дожди, мокрый грунт, они застопорятся, что для украинских войск, что для российских войск. Поэтому вот за эти полтора месяца, возможно, все решится и будет понятно. И тогда по результатам военных действий на всех фронтах, по всем фронтам, будет, конечно, понятно, стоили эти ставки риском, разработала ли эта ставка Курского прорыва или Курского Блицкрига 3. Ну и третье, какие издержки и эффект издержек понесла Российская Федерация и лично Путин. Или это были кратковременные издержки, или это все-таки глубоко повлияло на характер войны и на траекторию военных действий, в том числе и, прежде всего, Украины. Вернемся к упомянутым вами возможным переговорам между Россией и Украиной. Официально они никак не объявлены. Это все версии экспертов, политологов, журналистов. Но вот несколько серьезных журналистов на Западе с уверенностью заявляют, что, да, переговоры еще до начала Курской операции о переговорах договаривались, в смысле, об их факте, что предполагалось, что они будут в ноябре, но там, мол, предполагалось обсуждать только один вопрос. Отказ от нанесения ударов по энергосистемам стран. Теперь все гадают, если это вообще правда, то действительно ли собирались обсуждать только один вопрос, или все было гораздо шире, а это было только прикрытием? И будут ли теперь переговоры после истории с Курской областью? Тут каждый как бы предполагает, как он, исходя из того, как представляются ему нынешние события. Что вы думаете по этому поводу? Ну, по поводу первой части вашего вопроса, да, это были переговоры по энергетическому перемирию. И если мы проанализируем вот последний месяц-полтора, то серьезных ударов по инфраструктуре энергетической по Украине не было. А во-вторых, и мало было информации, да, по-моему, вообще, чтобы беспилотники украинские били по российским НПЗ. А вот последние дни, опять это началось, например, вот удар по ростовской базе. Да, большая база, она до сих пор горит. Горит, да. А вот сегодня ночью в Тернополе по складу, большому складу ГФМ, ну, вроде там уже потухшим. До 24-го вряд ли Россия будет какими-то искать, ну, предпринимать какие-то большие действия по обстрелам. Ну, моде 23-го, потом День независимости, все время пугали, что вот они на День независимости, они не будут это делать. И это в 22-м году, я говорю, в 23-м, в 24-м. Потом можно ожидать. Теперь, что касается вообще возможностей переговора. Они будут. По-любому. Они неизбежны. Вопрос на каких условиях. И для кого они будут лучше. Для России или для Украины. В Курск был расчет на то, что эти условия могут быть для Украины лучше. Раз переговоры не юрбежные, значит, они должны быть лучше. Поэтому вот такую придумали комбинацию. Я сейчас не говорю, правильно это, точно ли рассчитали. Ну, сама задумка была именно в этом. Так, маленькая победа перед переговорами. И тогда на переговорах вы уже участвуете не как страна или там не как командование, где ваши войска наступают, например, на Донецком фронте. Но и там, где они наступают. Причем на территории России. Вот такая ставка была. Это уже немножко другая диспозитство дипломатическое. Это будет по-другому. Почему все-таки будет? Вытягачены последствиями. Во-вторых, чем дальше затягивается война и вот с такими уколами? Курский укол, так? Время на геополитику. Она не может заняться более серьезными, более масштабными геополитическими проектами. Полную силу, по крайней мере. В то время, как Китай, Индия, Бразилия перехватывают инициативу. И не сигнал в интересах России. Как правило, в своих интересах, а не в интересах России. Ну, я не говорю, там экономика тоже подсаживается. Есть все проблемы. Теперь Украине тоже затягивать войну. Где резервы брать? Ну, начиная от энергетики, заканчивая военными, оружейными резервами. Ведь, что бы там ни говорили, но в Нахурском направлении ощутимые есть потери техники. Ну, живой силы, понятно, техники и так далее. Не так-то просто осуществлять такие наступательные операции. Так вот, сколько это будет продолжаться дальше? Конечно, можно пойти на повышение ставок. Ну, Путин сейчас демонстрирует это риторически. Запад может принять такую стратегию. Но, первое. Смена в Белом доме. По-любому. Вадим, вы меня слышите? Странпель, Харис. По-любому. Никто не захочет. Что-что? Вадим, прерывается связь. Что-то вы меня слышите? Я вас слышу, да. Да, прерывается связь. Вы пропадаете. Ну, давайте, ничего. У меня все нормально. Хорошо, пойдем дальше. Да, поэтому, ну, вот Украина тоже. Война на источение тяжело. А главное, нужно готовить тогда новые боеспособные части. Новое наступление. Новые резервы. Готовли Запад сегодня на масштабную военную помощь. Недальнобойными ракетами. Опять-таки, танками, БМП, мердерами, страйками, страйкерами и так далее. В Белом доме тоже непонятная история. Посмотрите, как меняются мнения по северным потокам Германии. В Франции там до сих пор нет правительства. Поэтому тут надо решать будет вопрос. Западу и Украине. Выходить на новый уровень из Каласии. Сработает ли ставка? И если для этого возможности. Только одна есть возможность в этом направлении. Это если дать разрешение Украине наносить удары ракетами в глубину территории России. Но вот насколько Запад на это согласится сейчас. Я вижу, что пока согласия нет между самими союзниками Украины. Так и пока нет такого решения. Тут вопрос такой. Либо война сегодня. Вот она еще будет функционировать в режиме войны на источнение. Да, при определенном повышении боевых ставок. Курская операция, Покровск, Торецк на Восточном фронте. Либо надо переходить к войне на разрушение и уничтожение друг друга. Готов сегодня Запад и Украина к переходу к войне на разрушение противника. Есть ли это возможности? Нет, считаю. Готов ли Путин к войне на уничтожение? Тоже это надо провести мобилизацию и так далее. Готов ли переходить к войне на разрушение Украины? Ну что-то получится. Но тогда Запад будет тоже реагировать на это все. Поэтому при определенном таком сегодня эскалационном микроцикле войны, но все-таки в рамках войны на источнение, перехода к большой войне на разрушение и уничтожение не будет. А раз война на источнение, хоть и в более эскалационной форме, будет продолжаться, но долго никто не протянет, надо будет или переходить к дипломатии, или переходить на новый уровень со всеми вытекающими последствиями для экономики, мобилизационных возможностей, геополитической позиции, энергетических, зимних проблем и так далее. Если переговорный процесс в ноябре, как намечалось, все-таки состоится, начнется, он действительно будет касаться лишь от пока что одной темы, по принципу, а там посмотрим, как получится, или сразу же этот процесс пойдет по основному направлению? Ну, трудно сказать здесь. Видите, по определенным темам или направлениям переговоры-то идут, ну, например, по линии обмена пленами. Но он же никогда не прекращался. Вот по энергетике шли. Так, возможно, еще какие-нибудь, могут быть такие отдельные, как говорится, локальные кейсы переговоров. Но все-таки их надо начинать... Конечно, дипломатия малых шагов – это хорошо, но если дело идет не к продолжению войны, а к завершению войны, то это будет все-таки более комплексная дипломатия. Причем Россия будет заинтересована в том, чтобы это как раз были не только Китай и Индия, но и Запад участвовал. А есть такие предпосылки к этому? Ну, наверное, какие-то надежды есть или не надежды, расчеты, потому что Байден уходит, а вместе с ним может и уйти его война. Ну, администрация Байдена, война администрации Байдена. Поэтому, видимо, расчет на это. Но все-таки пока об этом зарекаться, как говорит Сарана, все должно вот за последний месяц активных боевых действий наземных сил все должно решиться. На каких условиях, при каких обстоятельствах будут начинать эти переговоры. Это должна быть еще, ну, скажем так, дипломатия не унижения. При всяких возможных исходах. Но это не должна быть дипломатия унижения. А все-таки должно быть какое-то равновесие. Или, ну, не равновесие, но хотя бы, чтобы, например, Украина имела тоже свои ставки и козыри. Но если не козыри, то очень хорошие карты в этой новой дипломатической эре. Сегодня, когда мы с вами беседуем, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о новом кредите для Украины в размере 50 миллиардов евро. И, как предполагается, средства на кредит поступят с процентов от замороженных в Европе российских активов. Сообщение очень интересное, особенно на фоне того, что в последние дни все говорили о том, что Германия объявила, что больше не будет выделять крупных финансовых средств на поддержку Украины. Так где здесь правда, где неправда, в чем реальность? Потому что все-таки 50 миллиардов, даже пусть растянутая на несколько лет, это очень крупная сумма. Ну, разница в том, что министр финансов ФРГ Линдер говорил о бюджетной помощи, о бюджетной параметре федерального бюджета. Вот там заложена федеральная программа для помощи Украине. Больше денег на эту программу нет. Ну, там, по-моему, 4 миллиарда, плюс уже дальше нет. А это кредит. Да, растянутый. Это кредит. Какие проценты? Даже если там проценты невысокие, но тем не менее это долговая штука. В Украине так очень в долгах. Большая, я не помню сейчас конкретно сколько в абсолютных цифрах государственный долг Украины, но по отношению к ВВП он очень высок. Еще брать кредитную кабау. Это раз, а во-вторых. Кредит это или бюджетная помощь, например, той же Германии или страны Европейского Союза, они идут на социальные выплаты украинского бюджета. Это расходная часть государственного бюджета в социальной сфере. Зарплаты учителям, функционирование аппаратов, инфраструктуры и так далее. А военной помощью как? Военной помощью. Готов ли Запад сегодня, опять-таки, перейти на военные рельсы? Да и Украина не перешла на военные рельсы. Вот вчера было слушание в Верховной Раде, одном из комитетов, по поводу ситуации так, в том числе и снабжения, армия. Выступал замминистра обороны Украины Гаврилюк. Там два тезиса, просто повторю. Первое, что помощь Запада Украине будет уменьшаться. На военные рельсы Украина так и не перешла. Мобилизация пока не оправдывает надежь, потому что мобилизованный еще не солдат, не воин. Это все должно пройти 6 месяцев для того, чтобы стал полноценной боевой единицей. Вот давайте исходить из этого. Помощь России не будет. Военная помощь. России не будет, потому что не видно, чтобы Европа переходила массово-масштабно на военные рельсы. А если переходит, то только для своих нужд. Третий момент. Ну, вчера прошла информация о падении акции «Раймметалл». Потому что нет, оказывается, серьезных инвесторов для того, чтобы вложиться в производство танков, снарядов и так далее. Потому что никто не знает, а завтра война закончится, что делать с этими линиями? На металлолом их потом отправлять при таких затратах? Это три. Ну, в-четвертых, по нашим оценкам, не моим оценкам, а, очевидно, соответствующих служб, по крайней мере, на данном этапе Запад не собирается существенно наращивать военную помощь Украине. Что касается этих 50 миллиардов, так и за счет процентов от замороженных активов Центробанка Российской Федерации. Это не само кредитное тело или тело кредита, а именно процентов. То это, во-первых, не такие вот большие деньги, во-вторых, они растянуты на время. И эти сколько там получается в год? Если там получится 5-4 миллиарда евро, то это не такая сумма. Военное источение, если у вас нет своего военного производства и экономики на военных рельсах, идет мобилизация плохо, не хотят воевать люди, это два. В-третьих, нет существенных военных успехов на Восточном фронте, но есть маленькая победа под Курском, назовем это так, пусть будет это так. Так, и если Запад тоже сейчас все-таки в глубоких раздумьях, что делать дальше? Повышать ставки? Либо используя тот факт, что в Америке меняется власть, да и в Европе сейчас тоже власть потихоньку меняется в общественном мире, но эту лавочку начинать прикрывать. Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией. Скажите, пожалуйста, это, что называется, чистая формальность какая-то? Или что это означает на практике? Или это касается конкретных людей? На практике это может касаться запрета Украинской православной церкви. И переход всех приходов, да, подомофор или, я не знаю, как это точно называется, православной церкви Украины, которая ориентирована на Стамбул. То есть вместо Московской церкви, ну, как говорят так, Московский Патриархат, хотя она так не называется, это Стамбульская будет церковь. Ну, это, во-первых, насколько я пока смог изучить всю эту историю. Вот на данном этапе голосование было час назад, полтора часа назад. 265 голосов депутатов проголосовали во втором члене за этот законопроект. Реально, вот эти все станции на предмет связи с РПЦ, той или иной религиозной организации, там же прямо не говорится, украинская православная церковь, а та или иная религиозная организация связь с РПЦ, Российской православной церкви. Это вступит в силу там примерно через 9 месяцев. Что будет в войне через 9 месяцев, никто не знает. Поэтому это может при определенных обстоятельствах стать репрессивной дубиной при определенных обстоятельствах для того, чтобы, ну, скажем так, установить здесь, в Украине, Едино-церковье православное в пользу Варфоломея, ну, Варфоломеевской церкви в Санбуле и Стамбульского, скажем так, направления, без православия, так, либо, не знаю, что как, какие будут дипломатические переговоры и так далее, и так далее, это может и ничего не дать, но один момент есть, а это возможный, кстати, предмет для переговоров, ведь пока закон, пока будут его там подписывать, потом его можно там, я не знаю, проводить какие-то апелляции и так далее, но реально, насколько я понял, вступать в силу вот эти санкции смогут только через 9 месяцев, поэтому не исключаю, что это может лежать в пакете и на переговорах. Один из элементов для того, чтобы, ну, скажем так, строить послевоенное, ну, скажем так, условно, будущее или послевоенный мир, в том числе, за счет разного рода религиозных компромиссов или церковных компромиссов. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии, на этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасек. До свидания. До свидания.